Сегодня второй день нашего путешествия. Мы выехали из Арбанаси и через Великотырного. Проехали Великотырного, выпили там кофейку на заправке и поехали во вторую точку нашего путешествия. Населенный пункт, который называется Горный Чифлик. Что такое Чифлик? Что такое Чифлик? Я не знаю. Что такое Горный, значит лесный. Это мы уточним. Насчет Чифлика уже реклама Хэппи. Сидер из Таранов Хэппи, мы ее любим. Там хорошо кормят и не отравили ни разу. Ну точно Швейцария. Швейцария, грубо. Сутика. Едем в Швейцария, короче. Мы приехали здесь какой-то ремонт дороги. Здесь пропускают сначала в одну сторону, потом в другую. Здесь вот такая сушеная кукуруза накормлена. Не знаю, на что она годится. Кто знает, напишите в комментариях. Да, вот асфальт новый кладут. Ну хорошо, когда дороги ремонтируют. Длинный участок они тут взялись делать. Да, и тут уже очередь большая стоит. Тоже пора ехать. Когда мы поедем обратно, я надеюсь, они уже все заасфальтировали. Вот видишь камеру. Да, да, вот дизель. То, что? Вот мы съезжаем с магистрали и поворачиваем. Теперь, блин, вот троянский проход, как раз это и написано. Троянский проход. Ну, дорога здесь просто интересная. Вся в уголах. Погода отличная. Здесь солнышко. Да, тихий ветра нет. Вот справа есть железная дорога. Вот она, которая прилепилась прямо-прямо к горе. Болгарская Швейцария. Ну, да, точно. До Трояна 11 километров. А я думала, Лович. Но это Лович. Кофе. Да, и главное, заброшено все. Ой, какие хорошие дома. И все заброшено. Паразит. Просто таки. Римская крепость. О, вон, смотри. Римская крепость. Прямо можно было с дороги снимать. 50 метров, конечно. Ну, что, разворачиваемся? Ну, а что, давай развернемся. Римскую крепость снимем по дороге. Мы случайно зашли в какую-то римскую крепость. То есть это римский путь через Троянский проход. Римский путь через внешний Троянский проход функционировал от 1 до 5 века. Вот здесь все результаты силе археологов, музейных работников, общины Троян. Третий век. Вот такая вот... Разруха. Разруха. А здесь вот железная дорога. Вот так выглядела эта крепость. Ну, тут явно новые кирпичики подложили. Видимо, она уже падала. Неужели ты не наводил? О, Кымщаба на военный час. Так, ребята, мы прибыли к штабу военный час. Римский кастел. Ага. То есть мы пришли в железной дороге. Вот такие вот объекты мы нашли по дороге. Вот такой штаб. Идеален план. На принципе, кастел. Преддверие, двор. Вот мы посетили такое интересное место. И тут написана история его. На этом табло. Вот в 15-м году Рим завладяло тракийские племена. Северной Болгарии и образуя провинцию Мизия. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Все это передано Музее Народных Художественных Промыслов Трояния. Маска же, как особо ценный экспонат, находится в Софии. Ее изготовление датируется V-IV веком до н.э. Это была парадная маска старшего римского офицера. Музее Народных Художественных Промыслов Музее Народных Художественных Промыслов Музее Народных Художественных Промыслов Музее Народных Художественных Промыслов А если у familiaוא... Музее Народных Художественных Промыслов Народных Художественных Промыслов Музее Народных Художественных Римか И algunedes Художественных области Здесь уже, видимо, все более красиво и цивильно. Будет в ремонт. Четыре километра приехали. Ага, так. Так, так, так. Наш отель осталось девять километров. Но четыре километра из них будет в ремонте. Почему четыре километра, когда тут 400 метров? Видимо, участками. И то нет. А, ну да, местами. Да, это ремонт. Ремонт этому пути. Я натребуется. Вот, был троян. И мы его проехали. Теперь. До отеля осталось восемь километров. Сворачивать направо. Коврного. Теперь поверните направо. Да, сейчас повернем направо. О, боже. Ого, тут прямо облава какая-то. Чифлик пять километров. Вот, нам надо налево. Через двести метров держитесь левее. А потом поверните налево, я бы сказала. А вот туда прямо, значит, левее. А вот чифлик стрелка. Теперь держитесь левее. А вот сюда. Сюда, правильно? Да. Да.